Как налоговая кошмарит малый бизнес? Друзья, с вами Тарас Юрист на моем канале. И в этом видеоролике я расскажу одну историю из моей юридической практики. Люди только решили открыть ресторан в Одессе, заняться бизнесом, так сказать. Открыть ресторан. Как они это все решили организовать? Для тех, кто разбирается, я думаю, ничего нового не расскажу. А для тех, кто не разбирается, постараюсь поведать. Для того, чтобы открыть ресторан, либо кафе, обычно выбирают какую тактику. Открывают два СПД, два ФОПа. На одного оформляют кухню, а на другого оформляют алкоголь. И буквально только они открылись, это примерно полтора-два месяца, может даже и меньше. И к ним на проверку пришла налоговая инспекция. Вечером пришли какие-то люди, сели, заказали, как они обычно это делают. И после чего показали свои удостоверения, показали, что они с налоговой, показали направление на проверку. Основание для проверки данного ресторана было высосано, естественно, из пальца. Они заключались вот в чем. Какой-то из руководителей областной налоговой залез на сайт данного кафе. И посмотрел, что количество посадочных мест и количество оформленных работников, по моему мнению, не соответствует. То есть, там есть неоформленные работники. И необходимо сделать налоговую проверку в данном кафе с целью выявления недоплаты налогов, неоформленных работников и всего остального. Данные СПДшники обратились ко мне для оказания правовой помощи. Я, естественно, им посоветовал сразу же этих сотрудников налоговой инспекции не пускать и выгнать просто. Ну, так они, в принципе, и сделали. После чего, естественно, налоговая на этом не успокоилась и начала подавать заявление в суд с целью наложить арест на все имущество данных СПДшников. Я оказывал правовую помощь данным СПДшникам в судах и во всех заявлениях о наложении ареста на имущество суд справедливо отказал налоговой инспекции. Но налоговая на этом не успокоилась. Они обратились в инспекцию по труду, написали туда письмо, что так и так, они вот видят, что в данном ресторане есть неоформленные работники и просим сделать проверку. Для тех, кто знает, что такое инспекция по труду, это тот орган, который это все происходило еще в прошлом году, началась эта история, имел право выписывать штрафы по 320 тысяч гривен за недопуск инспекции к проверке. Мы, естественно, их проверки допустили, они проверили и никаких вопросов не было. Но налоговая инспекция в 2018 году на этом не успокоилась. Они опять попытались делать проверки, опять все заново, опять суды, опять жалобы, опять вся эта нервотрепка и риск наложения ареста на все имущество. Вы, естественно, спросите меня, что делать в такой ситуации, если налоговые органы взялись так плотно за вашу деятельность? Я, естественно, повторю свою мысль, которую я повторяю из всех видео к видео. Рекомендую в срочном порядке, в таком случае, пойти, закрыть данные СПД. Сейчас это делается просто за один день. И открыть юридическое лицо. Притом юридическое лицо желательно сделать его адрес не в данном кафе, а где-то в другом месте, чтобы не было никакой связи. И после этого сотрудникам налоговой инспекции, либо инспекции по труду, будет очень проблематично сделать проверку данного юридического лица. Так как они не будут знать, какое юридическое лицо осуществляет деятельность по данному адресу. И это является панацеей в данном случае, потому что СПД, физическое лицо предпринимателя, несет ответственно всем своим имуществом. То есть, если будет наложен штраф, будь то 100 гривен, будь то 100 тысяч гривен, а эти штрафы очень большие, особенно в инспекции по труду, вам придется отвечать всем своим имуществом. А в то же время юридическое лицо отвечает только своим уставным капиталом. Теми деньгами, которые должны быть внесены на счет. Но они, в принципе, могут быть и не внесены. Надо себя обезопасить и обязательно открыть юридическое лицо. И вести деятельность на юридическом лице. В день я рекомендую завестись грамотным налоговым консультантом. Будь то юрист, адвокат, либо бухгалтер. Но человек, в общем, сведующий в этих всех вопросах. Который может не просто пойти, отнести, издать отчет, либо написать какие-то заявления, жалобы и иски. А тот, который фундаментально разбирается во всех этих вопросах. И может дать совет, заранее предвидя все те сложности и все те проблемы, которые могут у вас возникнуть во время ведения деятельности. Друзья, если данное видео было полезно вам, ставите пальцы вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Благодарю за внимание. Благодарю за внимание. Благодарю за внимание.